21-летний Уралец получил военный билет на имя «Билет призыва нет». И это не ошибка. Именно такие имя и фамилии записаны в паспорте жителя города Троицка, ранее звавшегося Романом Грошевым. Как признается сам Роман, это уже вторая совершенная им смена паспорта. Два года назад, увидев в соцсетях конкурс, объявленный производителем пельменей из Пензенской области, Уралец принял участие в этом конкурсе и выиграл главный приз – 400 килограммов пельменей. Для победы Роману нужно было только официально сменить свое имя. И он стал пельменем кондольским. Теперь меня официально зовут Пельмень Кондольский. Вот он, вот он паспорт. Все видно, все честно. Как сказал, так и сделано. Действительно, и все, я пельмень. Вот как теперь с этим жить? Ну, это очень весело, я считаю. Этот поступок организаторы конкурса оценили. И, как обещали, пригласили Романа в Пензу и вручили приз. Я получил их в денежном эквиваленте, потому что из Пензы везти пельмени в Челябинскую область – это здесь очень трудозатратно. И решили просто забрать деньгами. Мне, в принципе, все хватит. Эта пиар-акция оказалась более чем удачной, как для ее организаторов, так и для Романа. Более трехсот СМИ рассказали о чудаке из Троицка. Молодой человек стал узнаваем у себя в городе. Работавшего до этого компьютерным мастером пельменя стали приглашать вести вечеринки в клубах, жюрить конкурсы КВН. Но на горизонте замаячила одна проблема. Парню вскоре предстояло идти в армию, а с именем пельмень ему не хотелось этого делать. Обратно свое имя я не собираюсь менять. Я хочу, чтобы мое имя работало на меня. Мне уже предложили несколько рекламных кампаний по поводу смены имени. Но так как сейчас остро стоит вопрос об армии, я думаю, вы знаете, какое имя будет дальше. В этот раз Роман вновь решил стать рекламным лицом. Но не за пельмени и даже не за деньги, а за возможность избежать призыва на военную службу. И с этим намерением вновь пошел в ЗАГС, где стал билетом призыва нетом. Но одна только смена паспорта еще не гарантировала ему избавление от священного долга и почетной обязанности. По словам Романа, откосить от армии ему помогли сами служащие военкомата. Так, когда он пришел на военной комиссии к психиатру, врач поставил ему категорию А, то есть полностью годен к военной службе. Но военкома такой результат медосвидетельствования не устроил, и он настоял на повторном осмотре. Второй раз психиатр уже более внимательно отнесся к пациенту, осмотрел его руки, нет ли там порезов на венах или уколов шприцем, расспросил его об отношениях с окружающими и в итоге вновь поставил категорию А. Тогда сотрудник военкомата уже прямым текстом потребовал от врача освидетельствовать призывника со странным именем и фамилией на склонность к девиантному поведению. В результате билета все-таки признали негодным к службе. Но не по дурке, а из-за плоскостопия, сколиоза, снижения зрения и прочих мелочей. Впрочем, бюрократия так просто не простила призывнику эту экстравагантную выходку. Тем более, что у военкомов давно отрос крепкий зуб на правозащитную организацию, чье название билет выбрал в качестве своей фамилии. И уральцу пришлось еще два года ходить по больницам и в военкомат, чтобы получить так называемый белый билет. Сейчас, если мы правильно поняли его высказание в соцсетях, Роман, пельмень, билет и сам является сотрудником этой организации, делясь своим опытом с другими призывниками и их родителями. Когда парня, многочисленные комментаторы в интернете обвиняют в слабоумии и хайпожорстве, он отвечает, что просто научился пользоваться возможностями, которые подкидывает ему судьба. Причем делать это абсолютно законным образом. Вскоре 21-летнему жителю Троицка, вероятно, захочется сдать на водительские права. Можно пофантазировать, какое имя он возьмет для этой цели. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны и отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.